Друзья, всем привет! 15 июня 2024 года и сегодня мы будем проводить тест по профессии глаз судьбы. В простонародье это называется War Cryer. Мы замерим показатели как на шейхе, так и на работяге. Погнали! Итак, сегодня можно было сделать тест либо на СБ, либо на War Cryer. Но учитывая, что вы проголосовали в телеграм-канале за War Cryer, причем очень большой перевес был в сторону War Cryer, будем делать тест на нем. Значит, начнем. Скорее всего, я думаю, раз у меня уже все готово для работяги, то будем делать тест сначала по работяге. Я вот думаю, сейчас либо в Ход Спрингсе, либо в Каньоне Горда. Последний тест мы делали в Каньоне Горда, но в Ход Спрингсе мы также тестировали храмовника, так что может из-за этого я пойду туда. Опять же, сделают интеллекты 90 на 50. Кстати, мне показалось, что у War Cryer очень проблемы со статами. То есть, сделать 90 на 50 будет значительно сложнее, чем на предыдущих профессиях. Здесь все то же самое. Единственное, что хотел бы указать, то что давайте мы, наверное, здесь оденем талисман властителя, вряд ли будем одевать. Он очень много нам придаст. Мы оденем маску пробивания, которая плюс 9, которая даст нам мощность всех умений плюс 6 и маг атаку плюс 1700. Еще докинет у нас по 15 тысяч плюс 1700. Это в район 10%. Почему я это делаю? Дело в том, что вчера была пятница. Я мог, в принципе, если бы заметил, то попросить мне доучить умения, потому что что-то не получилось и есть непроученные умения. Давайте посмотрим, где они у меня доступны. Вот, пожалуйста. То есть, если вот эта часть нас не интересует. Почти все умения от 95 уровня. За исключением главных умений. Первое, второе и вот это третье, которое третье, нам, скорее всего, не нужно будет. Здесь у меня умения, я так понимаю, от 93 уровня выучены. Да, 93 уровень выучен, 94, 95 не выучен. Здесь вы можете видеть мощность умений. Именно поэтому я добавил сюда маску пробивания, чтобы как бы сгладить это. Сейчас я уже не могу, потому что субботу-восвесенье иного не работает и никто мне скиллы не проучит. И чтобы набить СП, да, это очень много времени мне потребуется, а надо снимать видео прямо сейчас. Что по скиллам? Очень много, во-первых, бафов. Посмотрите, какая здесь стопка. Прям очень-очень много. Единственное, есть здесь защитные переключения. Да, маг-защита, минус 60 физ. защиты я включил, потому что мне кажется, что больше всего по нам будут бить физ. защиты, нежели маг-защиты. И вот эта часть боевого переключения, где мы убираем маг-атаку минус 70, физ. атака плюс 150, я не включаю. Вопрос вот насчет боевого клича. Стоит ли его включать или нет? Потому что он всегда расходует МП, да, и у работяги может не быть такого количества, чтобы маны. То есть, если нет арфена, нет от стакана, то маны и так будет проседать. Скорее всего, я так понимаю. Но давайте, в общем, включим. Здесь мощность физ. атаки 5% и маг. атака плюс 12%. Будем считать, что, может быть, работяг где-то себе намутил арфена. Так что это включается. Остальные бафы вы здесь можете видеть. Что касается по активным скиллам, которые наносят урон, да, то есть у нас есть, во-первых, кражу сущности. Здесь мощность 174 и преобразует 80% урона в КП. Время перезарядки 4 секунды, время применения 4 секунды, время перезарядки 1 секунда. Я думаю, этот скилл мы не будем использовать. За место него у нас есть другой, который, видите, постоянно крутится. То есть, вроде бы все нормально. Отката у него практически нет. Вообще нету, да, то есть, если вы не видите, что он крутится, потому что, скорее всего, используется вот этот скилл. Здесь у нас мощность 209, то есть больше, чем 174, да, единственное, он не преобразует 80% ХП. И, кроме того, еще противник с отрицательным эффектом в аномальном состоянии получает больше урона. То есть, вот здесь у нас есть связка крови. Атакует противника магии. Мощность 153, но это АОЕ скилл. Накладывает отрицательный эффект проклятия крови. То есть, накладывается эффект, и вот за счет этого еще здесь наносится дополнительный урон. То есть, вот эти два скилла, они связаны. И лучше использовать их, нежели еще включить вот эту кражу сущности, или вообще вот этот скилл выключить и использовать кражу сущности. Вот этот скилл, какая-то ерунда, я попробовал применить его, ну, мне кажется, это больше для ПВП. Атакует цель, мощность 155, это маленькая мощность, на 10 секунд отнимает у противника ХП и МП. Очень-очень мало, на мобах там отнимают где-то по 500, я посмотрел в Канюне Горда. Величина потери ХП зависит от маг-атаки персонажа. Ну, вот для ПВП, может быть, это хорошо, да, кидать на магов. Эффект усимпси, если умение применяется против одной цели, максимум один раз. И я решил проверить вообще у Варкраера, кстати, есть ли проблемы с МП. Да, по-моему, у Овера, я не знаю. Вот раньше не было проблем у Овера, если ты 76 уровень берешь. Не знаю, сейчас есть или нет проблемы, но вот у Варкраера видно, что есть. Уже половины МП нет, я, кстати, даже выключил вот этот боевой клич. МП проседает, потому что я убрал серьгу от стакана плюс 3. То есть, если мы сейчас включим, то оно быстренько у нас все зарегенится. Так что вот для Варкраера Орфен, я так понимаю, очень сильно нужен. Ну, либо другими вещами, да, там как Талисман Ева придется решать проблему с Маной. Еще интересный факт здесь по умению, то, что невозможно заточить никакой 1-звездочный скилл. Здесь доступно только либо на восстановление МП, да, заточиться магическими табличками, либо 2-звездочный скилл, либо 3-звездочный. 2-звездочный абсолютно неинтересно, то есть, максимум, что вы можете здесь получить, это если заточишься на 3, это маг атака плюс 900 и физзащита плюс 900. То есть, полнейшая ерунда и 2-звездочные книги на это тратить, короче, однозначно не стоит. Что касается вот этой связки, связь крови, да, то есть, здесь какая фишка у нас? Атакует противника магии, мощность 156, накладывает отрицательный эффект проклятия крови. Дополнительная атака, вот это основное, дополнительная атака, если проклятие крови наложено 3 раза. То есть, либо 3-й раз мы убьем, либо это если у нас связка из 3-х противников, да, что-то типа того. То есть, если 3 противника вместе, то, наверное, дополнительная атака какая-то идет. И здесь мы можем модифицировать, но опять же, да, это 3-х звездочные книги нам необходимы. Это очень дорого будет стоить. И здесь, к сожалению, не показывается, что у нас, то есть, увеличивает мощность доп. атаки. То есть, вот это как раз дополнительные атаки, да, где у нас написано, если проклятие крови наложено 3 раза. Но насколько увеличивается, это непонятно. Можно, конечно, будет затестировать, но я уверен, что вряд ли кто-то будет тратить 3-х звездочные книги, чтобы заточить вот это умение. И не думаю, что оно прям начнет так решать, как, например, у магистра магии. Да, если ты затачиваешь 1-звездочный скилл на 3, то там совершенно другой магистр магии становится. Ребав сделан, показатели сброшены. Здесь у меня, напоминаю, то, что боевые переключения не включены, но оно однозначно не нужно. Это если, кстати, качаться с луком будем, а с луком можно будет затестировать, но не в этом видео. У меня есть благословенный лук бессмертия, но обычного, к сожалению, нет. Но это уже ладно, это все равно, в любом случае, не в эти выходные будет тест. Варкрай, давайте, в общем, его, я думаю, включим. Представим то, что у нас работяга намутил орфена плюс 2-го. Забегаем в центр. Простекаем 15 минут, 3-4. Оставится 5 секунд и видим то, что, ну, очень-очень слабые показатели будет 1. Стоп. Отбегаем. Графики вы можете видеть у себя на экране. 108 миллионов всего лишь нафармилось. Это у нас чистый опыт, потому что волшебные лампы не упали. На 95 уровне, если они падают, то падают очень большие. Это очень слабый показатель. То есть, повелитель стихии там почти в 2 раза больше фармил божественный хромовник. Да, и магистра магии, если вот все-таки затачим скилл на плюс 3, ну, конечно, намного выше показатели. То есть, работяга в любом случае будет очень-очень плохо. Теперь будем тестировать шейха на 11 этаже. ХП, посмотрите, 50 тысяч. Я, кстати, еще один скилл нашел, да, что-то не заюзал его. Макс МП у нас минус 50%, но ХП плюс 30 прибавляет. По статам здесь очень круто. Посмотрите, 151 тысяча маг атака. Мудрость 52, это потому что я не могу просто сделать ниже. Интеллект 144. Здесь у меня вроде бы все я добавил. То есть, здесь и уже рукавицы другие, и благословенный шлем Дикого Ветра. Также благословенный посох бессмертий. Ну, вот все, как у нас обычно для шейха есть. Пуколки также. Показатели бафа, что у нас 17 минут остаются еще. Взял, кстати, можете посмотреть бафы, как обычно, да, то есть шанс крит-атак маг умений. Я вот снова посмотрел, переходит за 500 у нас, 578. Я не знаю почему, мне казалось то, что раньше до обновления был кап вообще 500. Сейчас уже какого персонажа мы тестируем уже, ну, переваливаючи за 500. Может быть, это вот с выходом этого обновления. Мощность умений 10 и силы секрет-атак плюс 15. Давайте еще возьмем тогда умение вот этого, трансформация светлого ассасина. Тоже заюзаем. По максимуму постараемся выжить. Показатели сброшены у нас. Забегаем в центр. Три, четыре. Остается 10 секунд, но уже видно, что показатели будут, как и на шейхе, тоже довольно-таки слабые. Здесь 13 миллиардов грязного опыта. Так, одна секунда, все, закончили. Давайте отбегаем. Кстати, чуть-чуть меня не убили. Там было как-то даже, по-моему, до 5000 кп опускалось один раз. 13 миллиардов 60 миллионов. Но здесь у нас также упали еще лампы, да, красный светоч, две штуки, фиолетовый светоч и синий светоч. Это мы вычтем и тогда получим чистый опыт. Когда тестировали шейха, забыл включить Warcry, но по факту он бы нам особо много ничего не добавил. Я вот только сейчас увидел то, что нам добавляется не мощность маг-умений, а мощность физ-умений. То есть вообще она вам не нужна. А маг-атака плюс 12%, ну, она бы не добавила нам 12% к показателям. Она добавила бы, может быть, 3% к показателям, потому что маг-атака не так важна, как мощность, да, или как там силы критов маг-умений. Так что ничего страшного в этом нет. Если вы ПВЕ-игрок, да, только вы сражаетесь в основном с монстрами, то Warcry вам, скорее всего, не подойдет. Это полнейшая ерунда. Плохо бьет. Кроме того, у нас есть связь крови, да, и кровавый удар. Связь крови это массовое умение. То есть при помощи его вас могут расфлагать. Соответственно, если вы оставляете на ночь, да, или идете на работу, придется выключать, чтобы не умереть. А если вы выключаете, то стоите на этом скеле, но у вас атакуют противника магии с мощностью, да, противник с отрицательным эффектом в аномальном состоянии получает больше урона. А если вы выключаете массуху, то у вас нет этого аномального состояния, да, или отрицательного эффекта. Соответственно, вы еще слабее начинаете бить. Так что для ПВЕ он особо не подает. Может быть для замесов каких-то, да, потому что здесь есть у нас четырехзвездочные умения. Вы можете телепортнуться в какую-то точку. Где она у нас? Вот здесь воплощение группы. И также у вас создает подзащитный барьер с 10 тысячами хп. Ну и так, не особо большой барьер, если честно. Кроме того, вы можете призывать к себе группу. Также здесь можете регенить хп и цп. Но мне кажется, что-то здесь показатели 66 хп и 46 цп регенят. Это что-то маловато, если честно. Так что вот такой тест пока что это самый худший персонаж из всех, которых мы тестирули. Ну и как обычно, разыграем 4 промо-кода среди людей, которые написали комментарий к предыдущему ролику. Бафомет. Играю на Essence 2 года. Все нравится. Мне тоже все нравится. Рожан Хантер 2062. 2 часа был в стакане, ничего не упало. Мне сегодня с 3.30 до 6.30 утра за 3 часа практически народа на Essence не было. Но я стоял на соло-таргете, не на массу. За 3 часа упала одна кукла. Маска не упала. Аликс Фрэнс 1712. То чувство, когда я с одной маски точнул на 5. Это очень круто. Это реально очень круто. По моим подсчетам, где-то в среднем необходимо в районе 80 масок, тогда вот хорошие показатели, хорошие шансы, чтобы точнуть на 5. Вот с 80 масок. Если с одной, то это прям вообще невероятно, что же. Мортал Комбат. Я попал в 5% неудачника, с 20 масок не зашла на плюс 2. На плюс 2 что-то как-то странно. Наверное, ты можешь ошибся, но на плюс 2-то должна зайти. То есть на плюс 3, наверное, не зашла. Такое может быть. По факту с 20 масок где-то в среднем должно 12 масок заточиться на плюс 1. На плюс 2 из этих 12 должно заточиться в районе 5, где-то так. По моим подсчетам. Да, ну понятно, что вот это в среднем может там повезти, может не повезти. Но если на плюс 2, это, конечно, жесть. Если понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока.